Средства личной гигиены, теплая одежда, продукты питания и вещи первой необходимости. Рязанский городской волонтерский центр, центр сбора гуманитарки. В районах таких пунктов 31. В качестве волонтера может присоединиться любой желающий совершеннолетний рязанец. Для этого достаточно зайти на портал Добро.ру и оставить соответствующую заявку по тем аккаунтам, которые предлагаются. На данный момент у нас актуальны волонтеры-аниматоры, волонтеры, которые будут помогать в складах гуманитарной помощи, автоволонтеры. Не отстают от рязанских и районные активисты. В Кораблинском районе пункт сбора обустроен в местном совете ветеранов. По словам руководителя общественной организации Галины Малаховой, кораблинцы очень участливы и постоянно спрашивают, что еще принести. Статистика впечатляет. За несколько дней работы гуманитарке удалось собрать более 100 килограммов. Записываем все, что у нас пришло. Вот я сейчас немножко тут проверила, кое-какие товары у нас правильно-неправильно мы записываем все под счет. Приносят люди все. Пожалуйста, приносите еще. Потому что людям действительно тяжело. Люди нуждаются в этом во всем. И в постельном белье, и в туалетной даже бумаге. И ночные сорочки вот у нас приносят. И для женщин, и для мужчин. А вот в Михайлове пункт сбора гуманитарной помощи открыли в школе. Теперь это место повышенной активности. Пришла поддержать, оказать поддержку, помощь людям, оказавшимся в беде. Принесла гуманитарную помощь. И хочу всех призвать поддерживать этих людей. Потому что все мы люди. И сейчас, на данный момент, поддержать именно тех людей, которые оказались в такой ситуации. В Скопине активное участие в сборе вещей принимают школьники. Принимают, кстати, не только констовары, игрушки, но и ручные поделки. В основном активность проявляют у нас наши жители нашего города. Много вопросов задаются. А почему новые? А потому что соблюдаем санитарную безопасность. Вот не открытые пакеты, все упаковано. Очень сейчас идет активный сбор в школах. Вторая школа принесла нам констоваров. Очень много. Но я знаю, что по школам еще идут сборы. В Рязанской области в пунктах временного размещения сегодня порядка 700 беженцев из народных республик ДНР и ЛНР. Все собранные вещи оперативно уходят тем, кто нуждается. По мере необходимости.